В Законодательном собрании области привели ревизию областных законов. Первое в наступившем году январское заседание депутаты привели в очном формате с соблюдением всех противоэпидемических мер. Народные избранники занялись проведением некоторых региональных законов в соответствии с федеральными нормами. В частности, речь шла о том, что у кандидатов на должность главных финансистов муниципалитетов проверят квалификацию. Департамент финансов Владимирской области получит на это законное право. Законно-творческий блок на этот раз был не слишком объемным. Народные избранники в общей сложности рассмотрели и приняли пять законов, в основном касающихся нововведений в бюджетном кодексе. Также Законодательное собрание заслушало доклад руководителя регионального управления Федеральной налоговой службы о результатах работы за прошлый год. Предприятия области вот уже два года работают в реалиях пандемии коронавируса. Ситуация для экономики сложная, не расстребовавшая вмешательство властей. 2021 год был очень непростым. Принимались в том числе законы, которые были направлены на поддержку нашего бизнес-сообщества, на поддержку граждан. И поэтому нам, конечно, было интересно, насколько эффективно осуществлялся сбор налогов, потому что это существенным образом влияет на доходную часть бюджета всех уровней. И из отчета мы увидели, во-первых, достаточно эффективную работу налоговой службы во Владимирской области. В целом, хотелось бы отметить, что предприятия работали достаточно эффективно, регистрировались новые налогоплательщики, бизнес-сообщества, появлялись новые агенты, которые осуществляли предпринимательскую деятельность. Это говорит о том, что экономика работала достаточно эффективно, несмотря на всю сложную ситуацию эпидемиологическую. В рамках январской сессии ЗС итоги 100 дней работы в качестве депутата Госдумы подвел Алексей Гавырин. В высшем законодательном органе власти он представляет интересы в том числе и нашего региона. Итогом 100 дней стало принятие федерального бюджета на ближайшие три года. Я голосовал, безусловно, за принятие, за то, чтобы все те обязательства, которые есть по развитию, социальные обязательства, поддержка малообеспеченных семей, они были исполнены в том числе на территории Владимирской области. Второе – это все те законодательные инициативы, направленные на реализацию народной программы. Завершая первое в начале этого года заседание, депутаты договорились к следующей сессии запросить информацию у Департамента здравоохранения. Народные избранники хотят знать, как будет проходить в регионе вакцинация от коронавируса детей и подростков.